Итак, стиль минимализма в интерьере. Сразу же уточню, что минимализм – это не только дизайн в интерьере, но и определенная философия жизни, выраженная в свободе и умеренности. А интерьер в стиле минимализма воплощается в просторных помещениях с обилием воздуха и света и в достаточном количестве удобных и функциональных предметов. В минималистичном интерьере, как правило, не должно быть дешевых отделочных материалов и мебели. Иными словами, минимализм – это роскошная простота. Единственное, стоит отдавать предпочтение простым формам. И еще, минимализм в интерьере – это объемная пустота в хорошем смысле слова. Этот стиль не приемлет избыточного декора. Как бы отказ от украшательства носит демонстративный характер и предполагает визуально свободное пространство. А для него характерны прямые и четкие линии, правильная геометрия, много света, минимум дверей и перегородок. Только, замечу, минимализм не стоит путать с аскетизмом. Минимализм – это не когда мало, а когда достаточно, а еще комфортно, функционально и красиво. Между прочим, это направление в интерьере становится все более популярным. Четкие линии, спокойные цветовые решения и элегантная простота подкупают многих обладателей современных городских квартир. Предпочтение отдается плоской, гладкой мебели и технике, прямым, горизонтальным и вертикальным линиям и геометрически правильным формам. Такой стиль не любит суетливость и заставленность. Здесь в приоритете лаконичные вещи с четким функциональным смыслом и присутствие лишних маленьких элементов, якобы, как бы для красоты, становится неуместным. Минимализм – это ни в коем случае не декларация бедности, а тщательно продаты и свободы. Повторюсь, материалы для отделки выбираются дорогие, равно как и мебель. Используют краску, обои, панели из древесины, каменную плитку. Для минимализма в интерьере выбирают, как правило, рулонные шторы – японские или римские. Ткани приобретаются неброского цвета, достаточно плотные. Среди цветов главенствующее, конечно, место занимает белый цвет. Прекрасное его сочетание с темно-серым, шоколадным, графитным, что удачно подчеркнет своеобразие обстановки, ее чеканность и выразительность. К основному цвету добавляются некоторые моменты контрастности. Например, белому – оранжевый, желтый, коричневый и, пожалуй, самый популярный – это зеленый. Субтитры создавал DimaTorzok Минимализм – это еще и освещение, которое достигается дневным светом большими окнами. А также местное освещение с регуляторами мощности – это настольные лампы, торшеры, различные светильники. И какой же дом сейчас без техники? Минимализм – это не хай-тек. Он не ставит на пьедестан технические новинки. Это было вкратце представление о стиле минимализма. Благодарю всех за внимание и выбор, как всегда, только за вами.